Добрый вечер, господа! Это Финам ФМ, и мы начинаем наш ежедневный вечерний интерактивный канал «Реальное время». В этом части у нас гости в московской студии прямого эфира. В следующем части будем подводить итоги дня. Итоги сегодняшнего дня я назвал так, значит, телесериал. Сериал, сериал, в кавычках. Все три темы тянут на такую Санта-Барбару. Я не буду сейчас открывать все тайны итогов дня, но поверьте, все три темы, которые я сегодня выбрал, они такие долгоиграющие, да? Кто-то хочет президента вновь, кто-то говорил и утверждал, что будут аресты, арестов не было. Кто-то говорил, что, в общем-то, шоу надо заканчивать, беспрецедентное, я бы сказал, шоу надо заканчивать. Нет, оно имеет сегодня продолжение. Ну и вот такие будут итоги дня. Тайну пока сохраню. Об этом более подробно с 20 до 21. Ну а прямо сейчас здесь у нас в реальном времени Сергей Удальцов и Владимир Милов. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Соответственно, лидер Левого фронта и лидер движения «Демократический выбор». Я вот сегодня обозначил тему программы «Так радикальная и умеренная оппозиция, за кем пойдет народ». То есть я не хочу говорить сегодня про власть, я хочу говорить про оппозицию, про реальную оппозицию, не парламентскую оппозицию, но точно системную, потому как вот это политическая система, сложившаяся в Российской Федерации. Плюс к этому Сергей и Владимир представляют полярные политические течения, но их обедняет то, что они являются оппозиционными. Напомню, средства коммуникации для ваших звонков. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Для ваших писем наш сайт в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть вы можете слушать, смотреть и самое главное участвовать в нашем разговоре. Владимир, вы себя считаете умеренной оппозицией? Ну я вот, Юр, думал над этим названием передачи, мне кажется, она немножко натянутая, да, и здесь скорее больше идет какая-то попытка ярлыки нам привесить, но здесь я бы обозначил ситуацию так, как все-таки есть различия в видении стратегии действий оппозиции, и одно крыло действительно больше связывает себя с какими-то такими довольно радикальными протестными действиями, уличного характера там и так далее. И в общем оно и не скрывает, что оно видит выход из сложившейся ситуации, как так или иначе революцию, давайте вещи называть своими именами. Сейчас я у Сергея спрошу. Да, это мое оценочное мнение. И в общем так, как кто-то выразился, переучреждение России, российской общественно-политической системы там со всеми этими новыми конституциями, учредительными собраниями там и так далее. Есть другое крыло, которое более реалистично смотрит на вещи и готово использовать действующие политические институты для того, чтобы попытаться отобрать власть у той группировки, которая есть сегодня. И больше того, говорит о том, что если не встраиваться в эти политические институты и не пытаться бороться за победу на том поле, на поле прежде всего выборов, то ничего не получится и с уличной политикой, и с митингами, и никакого успеха у этого не будет. На наш взгляд, вот собственно, вот это наше видение будущего, оно подтверждается полностью опытом прошедших месяцев и зимних протестов, которые абсолютно подвисли без какого-то стратегического продолжения, потому что у них не было вот этой второй составляющей, не было единого кандидата на президентских выборах. Вообще к выборам относились так, что вот мы тут хотим все это отменить, это все нечестно и провести все как-то совсем по-другому, да. Мы считаем, что надо быть реалистами, что население нашей страны, оно все-таки больше хочет каких-то действительно более умеренных преобразований, оно отталкивает радикальные сценарии, именно с этим связан некоторый рост, собственно, популярности Владимира Путина после первых зимних митингов, потому что очень многие люди, прежде всего в регионах, они так настороженно смотрели на вот эту всю революционную кампанию с ее пафосом. Вот, мы считаем как раз, что нужно прислушиваться к умеренному массовому избирателю, выходить к нему, убеждать его в том, что действительно есть профессиональная альтернатива в оппозиции, потому что такую вот лозунговую, вот эту митинговую как бы повестку, связанную с просто критикой действующей власти, с лозунгами без такого серьезного видимого содержания, ну люди в общем и целом отторгают и скорее готовы по старой памяти прибиваться к действующей власти, хотя они уже давно ее не любят. Это Владимир Милов, демократический выбор, Сергей, вы радикальная оппозиция? Ну вы знаете, главная, наверное, оппозиция, вот этот термин, он нас объединяет с Владимиром, и сегодня, мне кажется, объединение гораздо важнее, чем поиск того, что нас различает. То есть не важно, белое или красное? Нет, оно важно, но не первично сегодня. Мы оппозиция. Что касается радикальной, умеренной, это все очень условные тезисы. Давайте посмотрим на ситуацию. Вот Владимир сказал, надо было выдвигать единого кандидата. Мы этим только и занимались, я лично. Геннадия Зюганова мы продвигали в качестве единого кандидата, как только могли. Почему не получилось? Отдельная история. И к Зюганову, наверное, есть вопросы, и к остальной части оппозиции, но уж никак не ко мне. У нас был четкий план. Поэтому назвать меня просто революционером ради процесса, вот лишь бы все разрушить до основания, а затем не важно что, абсолютно неправильно. Никто, я не знаю, больше нас не призывал власти к диалогу. И мы продолжаем это делать. Зимой мы ходили к господину Медведеву. Встречались в дружеской обстановке, да, распивали чай, даже конфет больше было, чем здесь. Я это запомнил, да. Предлагали... Президент себе может позволить, посчитал. Да, да, да. Мы все фиксируем. Предлагали президенту на тот момент действующему Медведеву несколько сценариев. Сценарий первый. Давайте отложим президентские выборы. Проведем реформу полноценную, проведем диалог, а потом уже изберем президента, чтобы не накапливать вот это напряжение в обществе. Это был сценарий, да, это был сценарий нормальный. Было отвергнуто. Ну, не напрямую, но по сути было отвергнуто. Второй был сценарий. Медведев провел полную заинтересованность, электронные выборы. Давайте сейчас, прямо вот это еще в феврале звучало, давайте создадим широкий круглый стол, рабочую комиссию, как угодно. Выработаем вообще совершенно новый механизм выборов, максимально прозрачный. Потому что сегодняшнюю систему, ее можно латать, перелатывать, там больше наблюдателям прав дать, больше, значит, членам избирательной комиссии. Это все улучшит, но не кардинально систему. Электронная схема голосования, которая уже постепенно внедряется в ряде стран, это, мне кажется, будущее. Максимально прозрачные выборы, когда ты проголосовал, проследил свой голос, передал информацию своей партии, за которую ты голосовал. Но предложение тоже было нереализовано. Да, вот второй сценарий. Поэтому, когда нам говорят, что у вас, ребята, нет сценариев, вы только все крушить намерены, ничего подобного. Мы за реформы, мы за эволюционные методы. Но, как мы знаем из классиков, да, революция это же объективный процесс, не потому что Милов захочет или Удальцов. Потому что накопятся такие противоречия, которые уже по-другому, без коренного слома нынешней системы, не получатся. Мы не хотим любой ценой революции, не хотим. Но пока власть делает все, чтобы эта революция произошла. Потому что вместо диалога, вместо того, чтобы хотя бы один какой-то сценарий обсуждать, нам что кинули? Нам кинули абсолютно имитационные реформы. Политические партии, выборы губернаторов. Ведь это же имитация, мы все с вами понимаем, не будем возвращаться к анализу. Если надо, вернемся, но, по-моему, это очевидно. И что в итоге? Сотни тысяч людей выходили, раз, два, три, в мае вышли, опять в июне вышли. Много людей, ну и нельзя их игнорировать. В ответ тишина. Ну, а считай, что можно. Ну, в ответ тишина и наоборот пошли вот эти сейчас посадки, нагнетание атмосферы, вызваны допросы. Что нам остается делать? Или, ну я не знаю, это уже не умеренная будет оппозиция, а просто капитуляция. Или поднять лапы кверху и сказать, хорошо, мы будем ждать еще шесть лет, а вот там, глядишь, мы сейчас выиграем муниципальные выборы, выиграем региональные. Но их же нет, как не было выборов, так и нет. Если сейчас усиливается роль муниципалитета, значит, там будет больше фальсификации и будет делать все, чтобы оппозиция не взяла там нужное количество. То есть единственный вариант это улица. Поэтому для нас мы никакая не радикальная оппозиция, не умеренная, мы просто реальная, реальная, я бы сказал, оппозиция. Эти уличные методы, они приоритетны, потому что они, на мой взгляд, только они могут власть сподвигнуть все-таки, хоть поздно, но это лучше, чем никогда, к диалогу. Вот и все. Сергей Дальцов, Левый фронт. А мы нисколько не отвергаем, мы выборы готовы поучаствовать, но просто не надо на это делать ставку, потому что, опять же, обманут нас. То есть наивное предположение. Получается так. Это надо как вспомогательный метод использовать, но не делать на это ставку главную. Вот мне кажется, Владимир немножко перекос в эту сторону. Ну вот, Сергей, я хотел бы вас немножко поймать на одном противоречии, не только в ваших словах, но и в ваших действиях, потому что вы были одним из лидеров, хедлайнеров и заявителей, кстати говоря, вот этих первых протестных митингов в декабре, да, где вы выступали с достаточно жесткой повесткой, там, отставка Чурова, перевыбора. То есть это была радикальная, не в плохом смысле слова, но очень жесткая повестка, да, которая предполагала серьезные... Серьезные требования, да. Да, серьезный как бы демонтаж, да, как говорят некоторых из действующих институтов. Но вот тут же сейчас вы говорите, и, собственно, много сил предпринимали для того, чтобы поддерживать кандидатуру Зюганова в президенты, когда Зюганов еще в декабре, когда были эти митинги на Болотно и Сахарова, он совершенно однозначно высказался, что это всякая оранжевая зараза тут вылезает. Мы категорически против, мы в этом деле поддерживаем Владимира Владимировича Путина. И, собственно, вот в связи с этим уже стало понятно еще тогда, еще в декабре, что это не человек, которого можно серьезно рассматривать как противовес действующей власти. Потом, собственно, вопрос 4 марта был такой, что, в принципе, там был второй тур. Мы вот, демократический выбор опубликовал, подробный доклад об этих выборах, где ясно, что Путин, он набрал больше всех, но не добрал до 50%, это очевидно, да. И, собственно, Зюганов, по идее, на нем лежала вот эта функция идти и бороться, да, но он этого не сделал. Поэтому я вот, честно говоря, меня всегда в действиях Сергея Удальцова удивлял вот этот момент, что вроде как он с теми, кто вот за самые такие жесткие действия, он призывал несколько раз на митингах там... С оранжевой заразой, да? ...никуда не уходить, пока там, как бы, власть не отреагирует на эти требования, но при этом он поддерживал Зюганова, который был, очевидно, кандидатом близким к власти и удобным власти, хотя надо было выбирать из выдвинувшихся в президенты кандидатов. А кого, Владимир? Кого? Вот я вам рассказываю, был кандидат, который выступал с повесткой дня, очевидно, единственный, которая совпадала с требованиями Болотна и Сахарова, это Явлинский, который очень резко критиковал власти, абсолютно в правильном тоне. Но его не допустили. Достаточно профессиональном. Но если бы, вот как раз, если бы все это протестное движение, я уже много раз это говорил здесь в эфире, если бы оно впряглось за Явлинского, то тогда результат бы был примерно совсем другим, потому что примерно две недели власть прощупывала почву, вот получится его снять или нет. Но вот Удальцов поддерживал Зюганова, кто-то говорил, что выборов нет, Явлинский в итоге так и остался один, вот кроме Демвыбора, из других сил никто его не поддерживал. Как ответить Сергей Удальцов сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 17 минут, реальное время на Финам-ФМ. Здесь Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, и Владимир Милов, лидер движения «Демократический выбор». Обсуждаем повестку, все-таки радикально умеренная оппозиция, левая-правая оппозиция. И вы в этом споре участвуете. Звоните на 65 10 99 и 6, код Москвы 495, пишите на финам.фм. Я буквально коротко, Сергей просто произнес известную мантру про то, что нельзя не дадут ничего выиграть на региональном местном уровне. Ну, конечно, это неправда. Посмотрите на Ярославль, где сейчас мэр законно-народно избранный, оппозиционный, который 70% получил. Сейчас будут выборы в октябре в городскую думу. Он гарантирует, что они пройдут в абсолютно честной атмосфере, без всяких фальсификаций. Через год, в следующем году, там выборы областной думы. И только что, вот сам же Сергей Удальцов буквально дней 10 назад был в Калининграде, где в октябре будут выборы мэра, и я там буду завтра уже рано утром туда лечу. Там есть все шансы у оппозиции выигрывать. Есть очень много, есть десятки регионов таких, где можно выиграть. И подумайте только, что если оппозиция вот не так, как в этот раз, а несколько десятков регионов будут, где оппозиционные силы получат очень сильные позиции у региональной и местной власти, на выборах 16-18-го годов это будет совсем другой разговор с господином Путиным. Поэтому, конечно, это нужно делать приоритетом, и, конечно, это дает возможность выйти к населению и объяснить им свои идеи. Вот то, что было в дефиците в эти последние несколько месяцев. Сергей, и на те замечания, которые были ранее высказаны. Да, ну вот Владимир опять немножко пытается противопоставлять. Две тактики. Нет никакого противопоставления, и быть его не должно. Но одна тактика более далекая, долгосрочная, через выборы, через муниципалитеты, через регионы, к 2018 году войти в состояние, когда уже провести фиктивные выборы будет невозможно. Тактика хорошая, красивая. Но сказать, что 100% мы ее реализуем, никто нам гарантии не дал. И только на примере Ярославля сейчас делать выводы далеко идущие все-таки преждевременно. Давайте все-таки понимать, что мы играем во многом с мошенниками. Мы не раз уже с этим сталкивались, и вот так наивно рассуждать, что теперь вот все будет по-честному. Ярославля, да, это один пример показательный. Да, а будут ли еще такие Ярославля? Не факт, не уверен. Поэтому вместо того, чтобы противопоставлять, давайте идти параллельным курсом. И выборы использовать, и регулярные массовые мобилизации, чтобы власти напоминать постоянно, что вы наши требования не выполнили. Мы о них не забыли. Мы не хотим ждать до 2018 года вообще-то. Мы хотим раньше этих перемен, и чем нас будет больше, тем больше вам с нами придется считаться. Вот простая логика, мне кажется, она неубиенная. Вот что против этого возразить? Мы же не говорим, нет, в выборы нельзя идти участвовать. Нет ни в коем случае. Ничего подобного. Правильно, я был в Калининграде 10 дней назад. Там есть шанс, уж не знаю, как там все договорятся, пока наиболее перспективен, на наш взгляд, по нашим оценкам, кандидат выдвинутый Компартией. Его и Справедливая Россия готовы поддержать еще ряд организаций. Сложится там единый кандидат. Прекрасно. Есть шанс победить. Это будет еще один плацдарм, как и в Ярославле, плацдарм свободы. Но это еще воевать и воевать. Поэтому одно другому никак не противоречит. И мы в этом случае именно реалисты. А когда Владимир говорит, зачем поддерживали Зюганова, и взамен предлагает Явлинского, вот это опять какая-то... А Зюганов, который согласился с победой? Зюганов, по крайней мере, действительно занял второе место. И при каких-то определенных стечениях обстоятельств могли мы его сдвинуть на этот путь борьбы за второй тур. Но вы согласны, что Путин не набрал 50%? Это аксиома. Это аксиома. Почему тогда они потребовали от Зюганова, чтобы он боролся? Зафиксировать полное единство мнений с Миловым. Мы требовали. Ну, у нас что, какой арсенал? Мы что, его даже физически там связать и привести на... Ну, то есть лидер КПРФ не готов, не готов, да? Мы еще тогда это зафиксировали. Ну, и, к сожалению, Явлинский, я не слышал от него какой-то... Он был на митингах, но он не сказал, дорогие друзья, меня сняли с выборов, я ваш кандидат, давайте биться до последней. Ну, вообще-то он ровно так и сказал. Ну, не сказал он. Он ровно так и сказал. Не сказал, Владимир, я был на том митинге 5 марта, он стоял рядом со мной, я сказал, Григорий Алексеевич, Геннадий Андреевич хотел назвать. Григорий Алексеевич, остаемся здесь стоять. Леонидом Ильичем. Леонидом Ильичем тоже, да, при случае можно. Я ему даже в фонтан не предлагал залезать, потому что это все стихийно складывалось. Мы просто хотели остаться на площади. Я таких настроений не увидел. Если у Владимира другая информация, дай бог. Но это еще, на мой взгляд, более иллюзорный вариант, чем вариант все-таки было подвигнуть Зюганова и компартии побороться за второй тур. Да, не получилось, но это было более реалистично, чем вариант с Явлинским, который вообще никак не обозначил желание бороться. Сергей, я совершенно не понимаю вашу позицию, да, когда вот это действительно, на мой взгляд, я ценю в политиках, прежде всего, последовательность, да, и когда происходит такая история, что Зюганов сразу же после первых массовых митингов в декабре на Болотное и Сахарова говорит, что это все оранжевая зараза, говорит о своей поддержке Путина. Нет, он так не говорит о поддержке Путина. Факторов, который привел к поражению, потому что этот кандидат не мог добиться ничего для того, чтобы требования Болотное и Сахарова были выполнены, но изначально сказал, что я против этого всего, да. Поэтому я считаю, что это была грубая ваша политическая ошибка, и дело не в самом Зюганове, а нельзя одной рукой стоять на трибуне и призывать там к тому, чтобы всех отправить в отставку и распустить, а другой стороной поддерживать президента человека, который открыто говорит, я против Болотное и Сахарова, это оранжевая чума. Нет, не право, Владимир. Такое противоречие это недопустимая штука для честного политика. Короткий ответ. Представители Компартии, во-первых, были на митингах, самого Зюганова не было, представители были. Во-вторых, когда шел вопрос о президенте переходного периода, помните такой был момент, Зюганов подписал, готов был с нами соглашение, готов был практически все требования, там шел только спор, сколько этот переходный президентский период длится, там два года или три. Готов был выполнить все требования Болотное и Сахарова. Поэтому говорить о том, мы за него боролись, в этом и есть политическая борьба. Да, в декабре Зюганов был один, а к марту его надо было сделать другим. Вот мы на этот путь встали, что-то получилось, что-то нет. Но Явлинского большинство не готово было поддерживать по стране, это было очевидно. У него рейтинг невысокий. И зачем же делать ставку на заведомование проходного кандидата? Смотрите, при всем уважении, Явлинский набирал уже на парламентских выборах, яблоко набирало 10-15% в крупных городах, это раз. Второе, если вы посмотрите социологические опросы, которые делались на Сахаровой и Болотной, там было очевидно, что Явлинский намного выдается вперед против всех остальных лидеров, включая там Зюганова, Удальцова и так далее, в плане того, кого поддерживает это протестное движение. В общем, ладно, я не хочу сейчас сильно раскапывать вот эту ситуацию, но я хочу добиться того, чтобы было понимание ошибок. И вот этот разбор полетов, он случился, что мы сделали неправильно. Не то, что вот как Удальцов говорит, что мы там все возможности пробовали, а надо выявить, в чем была непоследовательность, где были неиспользованные шансы, которые просто отмахнулись от них. А Явлинский я не вижу в этом шансов, вот просто моя позиция, а так я за то, чтобы копать. Знаете, Сергей, это вы имеете право на такую позицию, да? Я просто свое мнение высказал. И абсолютно имеете полное право на свое мнение. Но мне кажется, что сложновато вот читать лекции о том, кого надо было поддерживать президенты после вот этой странной поддержки Зюганова, который назвал Болотную и Сахарова оранжевой чумой. Это просто было... Почему вы считаете, что вот уличные протесты, они могут привести к тому, что власть будет менять свои решения, вообще меняться? Вот смотрите, полгода прошло, в общем-то, вы сами сказали, во многом имитация, и это правда, да? И тем не менее, вы наставили то, что уличные акции надо продолжать. Для меня это просто очевидно, потому что, во-первых, есть запрос в обществе, да? Люди, которых не услышали, чьи требования не выполнили, они не удовлетворены. И сегодня не та ситуация, общество проснулось в декабре. Эти люди не хотят просто уйти домой и начать заниматься там, не знаю, огородами своими, там, детьми, семьями, это важно. Но у людей проснулось желание влиять как-то на политику в стране. Поэтому они будут выходить вновь. Уже есть ядро протеста, и оно довольно большое. Вот в Москве это уже десятки тысяч, это ядро. Оно может только обрастать дополнительно новыми сторонниками. Поэтому в нашей тактике нет ничего умозрительного, фантастического. Ну и, в общем-то, ядро это левые, да? Вот если посмотреть на колонны, доминанты, это все-таки красное знамя. Опять же, это неправильно. Может быть, кто-то больше знамен заготовил. Нет, ну я просто, да, вот помнишь, 6 мая, так меня впечатлило это, вот количество красных знамен. Я изнутри этих колонн могу зафиксировать точно, там очень разный состав. Надо проводить социологию, левых там немало. Там их, может, 30-40% точно, но не большинство. То есть вы отметаете доводы, или разговоры о том, что якобы удальцов левый фронт захватил. Или уличный протест. Это вот как раз направлено на наш раскол. Никто ничего не захватил. Вот кто там действует последовательно, тот там и молодец, тот и авторитет имеет. Никаких захватов и близкого. У нас другая концепция. Мы двигаемся не к захвату, а к свободным выборам, где будет конкуренция. Где я буду конкурировать с Миловым, ну условно, там Навальным, Немцовым, Яшиным и так далее. Это нормально и с Югановым. Это нормально и так. Вы не исключаете. А может быть и нет. Посмотрим, жизнь покажет. На самом деле, сегодня вот те шаги власти, вот эти репрессии, аресты, уголовные дела показывают их неуверенность. Но наш тезис простой. Если они 100 тысяч, там 110, 120, ну максимальные оценки были, я так уж беру по максимуму. Больше 120 никто не оценивал, выходящих вот там в мае, в июне. Возьмем эту самую верхнюю планку. Если это количество людей можно пока игнорировать, можно их пытаться пугать, значит надо вывести людей больше. И готовность к этому есть. И сейчас мы ездим по регионам, там есть настрой 15 сентября на новый марш, как мы это называем, главное политическое событие осени. 15-го, да? 15-го, уже все определено, да. Если всех не посадят, я думаю, всех тюрем столько еще не построили. Ну меня можно посадить, Навального там, его сегодня выпустят. Да, там не состоялось ничего. Но говорят, что уже завтра. И вот так вот, знаете, меня это тоже так вот уже начинает подташнивать от того, что завтра, послезавтра. Это по законам жанра. Это идет давление. Давление, чтобы кто-то не выдержал, уехал куда-то, психанул, что-нибудь там наговорил. Если 15-го сентября, вот и тоже, да, выйдет масса больше, нежели вот эти 100 тысяч, которые были ранее, власть увидит, заметит и учтит. Ну не увидит, значит еще раз надо выйти. Вот у нас такая ситуация простая. Мы используем все тактические моменты, выборы, переговоры, которых нет пока, кстати говоря, еще что-то. На Селигер приглашали, я готов был сейчас ехать на Селигер. Но уже когда такой цинизм, за два дня там арестовали еще ребят, я думаю, ну извините, в такой ситуации это же просто себя не уважать. Но я был готов. Мы готовы на диалог до последнего. Не мы хотим вот этой войны и какой-то революции, они подталкивают. Может они на каком-то этапе остановятся, там же не совсем, наверное, какие-то люди идут. Может быть действительно, вот аналогическая цепочка. И переговоры, и акции. А стратегически, если Милов своих сторонников в сентябре выведет тоже на площадь, это будет отлично. Мы будем там вместе и будет проще. А что нам сегодня делить с Миловым? Все возвращается к варианту триумфальной, когда пытаются регулярно людей под самыми генеральными такими общими лозунгами полных перевыборов вводить, без какой-то более глубокой повестки дня. Я не очень оптимистично на это все смотрю. Я вижу, что численность застабилизировалась. Она не растет. Больше того, среди тех, кто потенциально мог бы и хотел бы присоединиться к протестному движению, я эти настроения очень внимательно изучаю. Я могу сейчас привести цифры их данной социологии, которые показывают, что особого желания вот этот аркомитет из известных людей, включая Сергея Удальцова, которые произносят все время одни и те же общие лозунги, особого желания поддерживать и как-то дополнительно выходить. А будут выборы сейчас? Новые я расскажу потом. Я могу рассказать и про выборы, и про цифры. Вот был опрос Левада месяц назад про рейтинг Собянина, где был вопрос о том, каких кандидатов от оппозиции вы были бы готовы поддержать. Вот могу после перерыва это озвучить. Да, давайте сейчас прервемся на краткий выпуск новостей. Сергей Удальцов, Владимир Милов. Реальное время. Финам. ФМ. 19 часов 31 минута. Мы продолжаем реальное время. Здесь Сергей Удальцов, Владимир Милов. Ваши письма на финам.фм. Ваши звонки на 6510996, код Москвы 495. Слушайте, ну вот я хочу понять. С одной стороны, вас объединяет единое мнение, что вот так, как сейчас, жить дальше невозможно. Тот режим, который создал господин Путин, и вам, и вам неприемлем. Но вы принципиально расходитесь в позициях, как реализовать свой протест. Владимир, вот я хочу понять. Вы считаете то, что господин президент может когда-либо сказать такую фразу, я ошибся, я готов исправить свои ошибки, я неправильную систему создал? Нет, но когда-нибудь наступит момент, когда он поймет, что появилась в России политическая сила, которая сильнее его. Сейчас он видит, что такой силы нет. Вот просто нет и точка. Это, кстати, очень важный вывод из прошедшего цикла, что есть разные люди, которые недовольны, есть политики, которые недовольны, есть много рассерженных горожан, которые недовольны. Единой политической силы, которая всерьез, без шуток, готова за власть конкурировать с Путиным здесь и сейчас. То есть Сергей Удальцов в шутку конкурирует? Разница в том, нет, Сергей Удальцов конкурирует не в шутку, просто действительно у нас разная стратегия, и в этом, кстати, нет ничего плохого. Можно попробовать обе, да, и нашу, и его. Просто мы считаем, что надо немножко сейчас заняться домашней работой и укрепить тыл, да, и подготовиться к новой битве более сильными, имея действительно широкое представительство и взаимодействие с населением по всей стране. То, чего нет вот у этой московской протестной тусовки, да. А здесь вот это мне, извините, я никого не хочу обидеть, да, но просто напоминает анекдот один старый, как, собственно, предложили вот двум существам, там, обезьяне и мужику, банан с дерева сбить. И вот обезьяна трясла это дерево, да, и потом посмотрела вокруг, увидела палку, подняла ее и банан сбила. А мужику, когда предложили, там, ну, слушай, ты остановись, подумай, может, что-то надо сделать там другое. Он говорит, а что там думать, надо трясти. Вот, извините, конечно, мне вот эта стратегия опять гонять там раз в несколько месяцев людей, на те же самые митинги, где будут те же самые лозунги, абсолютно ничего нового, да. Ну, пардон, вот она больше всего мне напоминает вот этот анекдот. И у нас же была такая история перед глазами, история с Триумфальной площадью. Есть явно не сделанная домашняя работа, которая очень четко выявилась по итогам прошедших месяцев, что у оппозиции недостаточно понимания взаимного с большим числом избирателей, которые готовы там как-то проголосовать, но пока не видят альтернативы. На это все смотрят как на бунт каких-то непонятных сбесившихся людей в Москве. Всякие вот эти разные вещи там типа радикальных левых лозунгов там или, скажем, наличие там среди лидеров многих людей, там которым по 30-35, но у них в трудовой книжке ни одной записи они нигде не работали, да. Вот это все вещи, которые не очень способствуют тому, чтобы к оппозиции росло доверие населения страны, и надо это доверие восстанавливать. И вот мы считаем, что невозможно бросить серьезный вызов Путину здесь и сейчас, не набрав вот этих мышц и не занявшись этой домашней работой. Владимир Милов, демократический выбор. То есть получается, а, не с кем вести диалог, б, часть в шутку. Вот это все воспринимает, да, происходящее. Ну и самое главное, не сделано по версии Владимира работа над ошибками. Сергей. Не, ну понимаете, когда нас уже сажают, не в шутку, а всерьез, говорить про домашнюю работу, ну, немножко странно. Ну, пока не вас сажают, пока сажают рядовых активистов. Нет, сажают пока рядовых, но над нами эта угроза висит постоянно, да. И я не исключаю, у меня есть информация, например, что перед 15 сентября все-таки эти посадки произойдут. Слушайте, ну это такой подарок оппозиции будет, а? Вроде бы да. Неужели власть вот так аллогично может поступить? Юрий, вроде бы да. Но порой у них срывает планку, и они не знают, что делать. Они же вот видят, мы сейчас ездим, вот Владимир говорит, у них нет связи, у нас. Да. Я бы вот все-таки так жестко не делил, мы все из оппозиции, давайте находить точки сближения. А то мы как друг друга кусаем, а для чего? Кто радуется от этого? Я вот к Владимиру очень позитивно отношусь, он делает свою работу и хорошо нам. Зачем вот в противостояние-то входить? У нас сейчас общая задача в целом. Но тем не менее. Мы ездим, но он покусывает нормально, ладно. Мы ездим по стороне, вот эту разобщенность устраняем потихонечку. Да, вот зимой это была действительно московская тусовка, в регионах вообще не понимали. Вот мышь, я уже проехал 10-12 регионов, ну не самых дальних пока, так сказать, понимание улучшается, да, люди готовы поддержать 15 сентября, есть поддержка. Это нормально, мы эту проблему снимаем потихонечку. Но когда наших ребят уже в заложники берут и говорят, нет, мы все, сейчас главные вопросы снимаем с повестки дня, за которые ребята и сели фактически. Они же вышли 6 мая с этими требованиями перевыборов, реальной политической реформы. Мы снимаем, начинаем заниматься маленькими полезными делами. Мне кажется, это предательство во многом. Это капитуляция и предательство. И надеяться, что после этого нас власти услышат, перестанут сажать, всех отпустят. Да нет, они подумают, ребята слабы, они это сами признают. Значит, будем их давить дальше. И досажают, и осудят, и показательный процесс сделают. И что это нам дает вот такая тактика? Мне кажется, эта тактика все-таки на проигрыш. Мы предлагаем более универсальную и комплексную тактику. И малые дела, и большая вот эта комплексная стратегическая цель. Перевыборы мы не хотим ждать 2018 года. Сможем добиться этого раньше? Значит, будет прекрасно. Для этого надо проводить постоянно массовые мобилизации. Мирные, без провокации. 6 мая это провокация власти, даже Владимир в движении Демвыбор сделала заявление, я читал, правильное абсолютно. Там очень трезво оценено. Потому что всех надо немедленно отпустить. Оценена ситуация. Потому что если продолжать сажать, все, уже мы не выйдем из этого клинча, потому что озлобленность накапливается. Как призвать к диалогу родственников тех, кого посадили? Как призвать к диалогу друзей тех, кого посадили? Если нас спасают, как нас призвать к диалогу? Это уже не диалог. Почему, на ваш взгляд, сейчас рядовых, обычных участников акции протеста, что меры пресечения избрали для них достаточно жесткую, а лидеры, в общем-то, все в стороне? А это очень удобная тактика. Нас, ребята сейчас за всех нас сидят. Они вот реальные герои, им низкий поклон. И наш святой долг сейчас делать все, что можно, им помогать. Кто может, денежку пошлите им, передачу сделать адвокату, чтобы денежку заплатить. На митинг придите, вот в четверг пойдем к Следственному комитету, окупай Следственный комитет в 6 вечера. Опять сразу гонят? Нет, мы пикет заявили, я думаю, мы как-то будем стараться мирно действовать, но регулярно, а то нам говорят, вы забыли про людей. Нет, мы не забыли. Да, летний сезон, тяжелое время вообще кого-то собирать, надо это делать, это наш святой долг. А нас они подвесили, условных организаторов, там, лидеров, это вообще все условно, да, они нас подвесили на крючок. И держат в таком психологическом подвешенном состоянии, им очень удобно. Они набирают фактуру, они, я думаю, с арестованными проводят работу, в том числе, чтобы оговорил кто-то кого-то, мы же все не видим эти ходы. И к осени силовое крыло, конечно, будет убеждать и Путина, и все, а Путин держит это на контроле, уверяю вас, потому что это его личная обида. На мой взгляд, 6 мая он обиделся. У него седьмого праздник, коронация, все красиво, а тут какие-то вышли там смерды и что-то там бунтуют. Он обиделся, я думаю, он это контролирует, его к осени будут убеждать, давайте мы этих еще вот лидеров закроем, и все будет в шоколаде. Пойдет он на это ошибочный ход или не пойдет, не знаю, 50 на 50 я пока так оценил. Но опять же, чем больше мы будем показывать готовности сопротивляться, выходить, не бояться, не сгибаться, тем больше шансов, что у Путина и его окружения. Последний момент все-таки зародится мысль, что издержки-то слишком будут высоки, и все-таки не стоит, может быть, доводить уже до какой-то тотальной конфронтации власти и общества, а иначе по-другому не получится. Сергей Угольцов, Левый фронт, Владимир Милов. Последний момент зародится мысль, да. Я убежден, что единственный способ всех людей, которых сегодня арестовали и преследуют освободить, это добиться того, чтобы те, кто остаются на свободе, политически сработали правильно и отобрали власть у действующего режима. Вот это единственный гарантированный способ того, чтобы весь этот произвол прекратился, да. Поэтому, на мой взгляд, действительно, мы принципиально за то, чтобы всех, кто арестован в связи с последними политическими действиями, немедленно освободили. Так же, как это было сделано в 94-м году, да, когда Госдума объявила амнистию участникам событий 93-го года, которые я лично не поддерживал, да, этих людей, которых отпустили. Но это правильно, что их отпустили и перевернули эту страницу, совершили такой акт гражданского примирения. Но, еще раз, я считаю, что для того, чтобы вообще прекратить всю эту историю с репрессиями, силовым давлением, там, посадками, нужно бороться за власть посерьезно. И вот я как раз то, что Сергей говорил о том, что я там покусываю, ну, конечно, покусываю, потому что я категорически против того, чтобы оппозиция занималась ерундой. Я категорически против, там, всех этих, там, извините, Сергей, сидений в фонтане, там, печатаний, значит, простановки штампиков «Путин вор на купюрах», там, и так далее, да, всех этих дурацких пикетов, там, по самым разнообразным поводам. Я считаю, что надо заниматься серьезной работой, вот это то, чего оппозиция провалила в предыдущее время, и это вовсе не малые дела. Вы совершенно неправильно интерпретировали то, о чем я говорил. Я говорил о том, что нам надо набрать мышцы и стать действительно по-настоящему общенациональной политической силой, готовой бросить вызов Путину. Это можно сделать только через активное участие в политике по всей стране, а не только в пределах Садового кольца. Это ровно то, чем мы сейчас занимаемся. В первую очередь выборы, потому что это избирателям понятно, им понятно, когда политическая сила борется за власть на выборах. Когда она говорит, что все выборы нечестные, а мы тут где-то на площади собираемся, это вызывает огромный скепсис. И люди как-то настороженно на это все смотрят, потому что уже нахлебались революции за наш век в том числе, да, и вообще это слово, воспринимается народом непозитивно. И еще раз, здесь, собственно говоря, вопрос стоит о том, что не просто там нам всем надо... Вот я не хочу объединяться для того, чтобы ерундой заниматься и ставить штампики на купюрах, да, или сидеть в фонтане. Я хочу такой повестки дня, которая в итоге позволит действительно бороться по-серьезному с Путиным за власть. Вот это ровно то, чем демократический выбор занимаемся. Мы как раз и всех призываем именно присоединяться к этому. Владимир, мой ответ простой. Мне кажется, мы должны друг другу проявлять больше терпимости. Вот это слово, правильно, оно нами почему-то забывается. Зачем все время ставить вопрос ребром? Вот наша тактика правильная, а вы все занимаетесь ерундой. Так я же не мешаю вам заниматься тем, чем вы занимаетесь. Я просто высказываю свое оценочное мнение. Вот, вот. Ну можно и мягче высказывать оценки. Мы же все-таки... Ну, как заработали. По одну сторону баррикад. Я вот не считаю, что... По одну сторону баррикад. Черт его знает. Я не уверен, что вот это сидение в фонтане и поддержка Зюганова, после того, как он назвал болотную и сахарную оранжевую чумой, я не уверен, что это по одну сторону баррикад. И, кстати, я хочу сказать, да, вот... Мы говорим в целом сейчас борьбу за смену режима, демонтаж. Мы занимаемся серьезной работой по участию в выборах в широком наборе регионов, да. И я вот прихожу сейчас к бизнесменам и говорю там, ребят, помогите, дайте деньги на выборы, там, оппозиция против Путина и так далее, да. Сейчас ее должны зарегистрировать, да. А мы не регистрируем пока партию, мы с Титлой Зюгановым лучше будем копировать. Вот я прихожу к бизнесменам, а они мне говорят, это у вас же там Сергей Удальцов, да. Я говорю, ну, как бы не совсем, но да, он тоже в оппозиции. Они говорят, а вот он тут такого наговорил про буржуазию, про капиталистов, там, про то, что все надо национализировать, там, про НАТО, про ВТО, а ты пришел к нам денег просить. Ну, вот, это тоже, Сергей, вы извините, но это... Это неграмотные капиталисты. Это создает серьезные сложности, да. Все национализировать никогда не предлагали, это уж неправильно капиталисты читают, может, не те документы. Они не разбираются там все или не все. Все-таки надо грамотнее быть капиталистом в первую очередь. Понятно. У вас партия, правильно, мы свою партию, я уже много раз говорю, мы за объединение левых, мы левый фланг, да, всех левых. И мы сейчас можем выборы использовать, прекрасно не регистрируя свою партию. Блокируясь с КПРФ на каких-то регионах, со Справедливой Россией, к чему мы их и призываем. Вот Калининград яркий пример. Поэтому у нас эти возможности есть. Дай бог, чтобы вам партию зарегистрировали, они будут и у вас. И никто и вам не мешает этой работой заниматься. И уж не надо немножко передергивать, что Демвыбор ассоциирует с Сергеем Удальцовым. Ну, мне кажется, совершенно это разные вещи. Все прекрасно все понимают, кто какую партию представляет. Но вы на самом деле наговорили там много еще в адрес буржуазии, нет? Вот такого нет. Нет, да? У нас социалистическая программа, социал-демократическая, вполне умеренная. Я могу предположить, что участие действительно может сложиться в такое отношении. Умеренное. Нет, ну извините, мне также могут сказать и про Владимира, там что-то, и про Немцова, и про кого-то сторонники. Это правда, да. Мы тут... Ну, они же часто не разбираются. Они говорят, оппозиция, это вот-вот. Мы тут в одной тарелке, в одной тарелке. Поэтому все-таки... Господин Милов говорит, что не в одной. Сергей. Ну, меня сложно в этом переубедить, разубедить. Давайте больше терпимости. Мы не мешаем вам свою тактику опробировать. Мы ведем свою тактику. Мы же не заставляем Владимира насильно ставить штампы на деньгах. Упаси Боже. Но в целом же мы сходимся. Нам нужны свободные выборы. Другая Россия в плане, где есть нормальная политическая конкуренция. Победит там, где выбор. Возьмет большинство 50%. Значит, так решил народ. И слава Богу. А победит левые силы. Значит, будем с Владимиром как-то тоже вести дискуссию, но уже на других позициях. Вот и все. А сегодня нас всех давят. И у Владимира, мне кажется, все-таки много иллюзий, что он сейчас на всех выборах победит. Ну, демвыборы, какой рейтинг реально? Вот кто-нибудь оценивал? Очень низкий. И что он там сейчас выиграет на этих выборах? Дай Бог. Сергей, давайте посмотрим. Нет, я желаю успеха, на самом деле, искренне. Просто надо реально оценивать. И 6 лет, он говорит, чтобы освободить ребят, Владимир сейчас сказал, странная фраза, надо взять власть. Но по логике Владимира, это только к 18-му году. Значит, 6 лет, ребята пусть сидят. Тут логика такая. Ну, извините, мне кажется, это неправильно. Нет, я сказал не об этом, Сергей. Вот вы все время как-то перевираете мои слова, по ходу дела. Я сказал, что фундаментально закрыть проблему арестов и посадок можно только одним способом. Если отобрать власть у тех людей, которые сегодня ее захватили. Пока они у власти, все время будут аресты, все время будут посадки. Может быть, этих ребят выпустят, арестуют других. Поэтому надо закрывать эту проблему тем, чтобы отнимать у них власть. Краткий выпуск новостей. Затем продолжим наше общение с Сергеем Удальцовым и Владимиром Миловым в реальном времени. — 19.48 в российской столице. Вот Настя Юрьева из нашей службы информации. Вот она жадна до новостей. Никак она вам не хотела сообщить. Но я уже знаю, кто принес вторую золотую медаль. Дождитесь еще 12 минут, и вы тоже об этом узнаете. А здесь в реальном времени Сергей Удальцов, лидер Левого фронта. И Владимир Милов, лидер движения «Демократический выбор» 65 10 99,6 код Москвы 495. Финам.фм, наше средство связи. Эту часть проводим в интерактивном режиме. Владимир. — Я хотел просто прокомментировать пару моментов, чтобы у людей заблуждение такое не возникало после слов Сергея Удальцова. Во-первых, «Демвыбор», конечно, будет действовать на выборах в стране в самом широком блоке с разными силами, которые готовы серьезно работать. Вы не поверите даже, Юр, мы много эту тему обсуждали у вас. Но вот мы сейчас на выборах в Саратовскую областную думу. Я думаю, что в блоке пойдем с партией «Парнас», с которой мы разошлись некоторое время. Но они готовы там активно работать, у них нормальные кандидаты и так далее. И нет никаких в этом смысле проблем. И вообще, я думаю, что действительно Сергей прав, я полностью с ним согласен, что надо обе стратегии попробовать. Просто я немножко забегаю вперед и вот уже вижу, где... — Вот видите, к концу программы ВСА-6. — Где выдыхается вот та другая стратегия, которая говорит, там, трясти надо. Да, я просто заранее, я же давно как бы, давно здесь сижу, давно в этом бизнесе, да. И, в общем, я могу примерно сказать свой прогноз, чем это кончится. В общем, это все действительно немножко такой увеличенный по масштабам формат триумфальный вырождается. И я вот хотел сказать очень важную вещь, что вот посмотрите на сайте Левада-центра. Был опубликован опрос общественного мнения по рейтингу разных политических лидеров в Москве. Это очень важно, потому что очевидно, что Москва — это главный протестный регион. — Это правда. Оба раза и в декабре, и в марте меньше 50% там власть набрала, да. Вот самые такие антипутинские настроения все здесь. И там был вопрос, за кого вы на выборах мэра Москвы готовы проголосовать, за Собянина или за кандидата от объединенной оппозиции, такая формулировка. Там Собянин 36%, кандидат от оппозиции 31%. И, в общем, это говорит о том, что примерно равные шансы можно бороться. Но при этом рейтинги вот этих вот известных лидеров оппозиции, которые входили там в оргкомитет, митингов там протестных и так далее, в том числе и Сергея Удальцова, очень низкие. Сергей Удальцов, там рейтинг 1%, например, на выборах мэра Москвы. И примерно треть от тех, кто за оппозиционера готов голосовать, вот никого из этой фамилии линейки, там Немцов, Навальный, Гудков, там Прохоров и так далее, не хочет поддерживать, а хочет кого-то другого кандидата. Вот на мой взгляд, я просто очень много общаюсь с теми людьми, которые хотели бы поддержать какую-то адекватную оппозицию, но пока не решились и думают. Вот это вот моя, если хотите, целевая аудитория. У них очень много скепсиса и сомнений по поводу того, что делают нынешние вот раскрученные лидеры протестного движения. И я здесь вот эту линейную логику арифметическую Сергея не принимаю, о том, что надо просто всем сбиться в кучку, да. А наоборот, мне кажется, есть серьезные признаки того, что когда люди видят, что вы постоянно занимаетесь, в общем, чем-то не тем, чем надо, да, ставите штампики там на купюрах, грубо говоря, то и все время всем говорите, что вот мы выведем миллионы, никуда не уйдем, и больше никакой другой поездки дня, в общем, нет. Очень многие люди реально отворачиваются и говорят, нет. — То есть это претензии не только к Сергею Дальцову. — Они говорят, что мы не считаем, что такая вот оппозиция сможет победить, мы не считаем эту стратегию выигрышной, конкурентоспособной, и вот это мы поддерживать не будем. Вот я с такими настроениями сталкиваюсь огромное число раз, и из-за этого считаю, что над этими ошибками надо серьезно работать. — Владимир Милов и Сергей Дальцов. — Элементарный ответ. Мы же тоже чувствуем настроение людей. Вот в мае месяце, когда мы марш миллионов затеяли, это была попытка прощупать, а как настроение после марта? Они все ушли, протесты, люди смирятся или нет? Мы увидели, что нет, и в июне еще раз это увидели, поэтому надо постоянно прощупывать. Не Леваде центру доверять, это все очень условные все эти опросы, надо к ним осторожно относиться. Вот сентябрь будет, по моим ощущениям, в сентябре по России выйдет очень много людей. — Вы то же самое говорили раньше, Сергей, а вот 6 мая, 6 мая, это очень неудачная история, потому что, во-первых, как только там был какой-то призыв к продолжению, к каким-то забастовкам бессрочным и так далее, большинство людей разошлись, слушать вас не стали. Это очень для вас тревожно. — Не нас слушать не стали, нас арестовали, Владимир. — Просто ушли домой. — Нет, нас арестовали. — Просто ушли домой. Вот эти десятки... — Сорвали метик. — Сергей, давайте смотреть реальность. — Опять звук обрубили, и все стали разгонять. — Хорошо, сорвали, обрубили звук. Они могли еще что-нибудь похуже сделать. Просто десятки тысяч людей, которые вышли и прошлись по Екиманке, они в какой-то момент, они не остались с вами до конца. Они ушли домой. — С теми, кто готов был оставаться дольше на болотной площади. — Вы сами себе противоречите. — Нет, я себе не противоречу. — Я как раз говорю о том, что... Вот, Сергей, вы считаете вот этих десятки тысяч людей, которые выходят какой-то своей армией, а себя там генералом, а они уже не первый раз, в общем, видно, и на Пушкинской в марте, они вас не слушают. Они у них какие-то свои идеи. Я бы вам, Сергей, я бы вам рекомендовал просто изучить, чего эти люди на самом деле хотят. Расспросить их, провести среди них опрос, как хотите, да? Но уже не в первый раз и на Чистых прудах в декабре, и на Пушкинской в марте, и на Болотной в мае было видно, что вот эти многие десятки тысяч людей не хотят выполнять те призывы, с которыми выступают там лидеры с трибуны, включая Удальцова, Навального и проч. — Сергей, пожалуйста. — Владимир немножко лукавит. 12 июня практически единогласно, я сам вот смотрел, люди, ну, может, кто-то не проголосовал за, но и против тоже, приняли манифест свободной России. Там четко прописано, о чем мы хотим. Вот как будет механизм демонтажа этого режима, будет осуществляться в нашем понимании. — И разошлись. — Наверное, читали, а никто их не призывал там 12 июня оставаться. Вы тут как-то странно уже нас чуть ли не подначиваете к каким-то беспорядкам, но это тогда вообще странно. — Я просто говорю о том, что когда вы призывали, никто не остался. — Я не перебивался. Люди созревают постепенно. И мы не хотим излишне радикализовывать вот этот процесс. Будет диалог, нормально, не будет. Люди сами дозреют. Уже 6 мая они были гораздо злее, чем в декабре. В сентябре, я уверяю вас, если так все будет сейчас продолжаться, они будут еще злее, чем в мае. Это будет процесс идти объективно, хотим мы того или нет. А что они хотят? Они проголосовали единогласно. Не потому что это Удальцов предложил, Навальный или кто-то. И там, кстати, содержится пункт выборов, координационный совет. И мы осенью этот процесс начнем, и вы можете поучаствовать. Вот это только комитет, говорят, самозванцы. Ну, отчасти элемент самопровозглашения был. А куда деваться в той ситуации? Вот сейчас уже практически разработан механизм. Через интернет и в оффлайне с сентября мы начнем процедуру выборов. А если власть мы считаем нелегитимным, выберем свой вот этот координационный совет протестного движения, куда на конкурентной стоя могут баллотироваться все люди, которые желают в этом участвовать. Если Владимир захочет... Готовы участвовать? Нет, конечно. Мы, в принципе... По причине того, что те люди, которые собираются в этот координационный совет... Еще раз, Юр, я объяснял это подробно в течение программы. А туда все могут собираться? Все. Вот вообще нет ограничений. Это не только людей, которые все это организуют, а это люди, которые, в принципе, уже показали в последние месяцы, чем они хотят заниматься. Пусть приют белов и покажут всем, как они. На наш взгляд, это несерьезно. Мы хотим заниматься серьезными вещами, будем заниматься ими. И я вас уверяю, что через несколько лет, по итогам вот этой вот серии важных выборов в разных регионах, включая Москву, будет понятно реальное соотношение сил между теми, вот кого люди хотят поддерживать и кого они не очень хотят поддерживать. Вот мы это и узнаем. Это вам не там выборы в интернете с разными манипулятивными технологиями, как это сейчас, собственно, задумывается. Сейчас прозрачно будет. Понятно, это мы уже много раз слышали. Потом выбирали, помните, когда в декабре выбирали спикеров на Сахарова и выбрали там Мавроди и Тесака, а потом взяли это все и отменили. Ну, мы уже просто знаем с этими ребятами. Там были технологии абсолютно непроработанные. Поэтому мы не хотим тратить силы, время, энергию на то, чтобы заниматься ерундой. Мы хотим заниматься серьезными вещами. И уверяю вас, что в этом, кто готов тоже это делать, мы готовы сотрудничать с самыми разными силами, включая в том числе и коммунистов, например. Мы с ними в диалоге по широкому кругу регионов. Так что здесь, я думаю, время покажет, кто будет прав. Так называются вот Сергей Дальцов, там, Навальный, Яшин, Гудков, да. Короткую реплику. Чем имитации? Смотрите, да, они призывают людей в 101-й раз вывезти там миллион на улицу и никуда не уйти, чтобы там снести Путина. А в промежутках... Но если власть вообще не слышит ничего, кроме вот протестов. Да, она уже не относится серьезно к этому. Видите, как она жестко начала действовать? Когда зима была, и они немножко испугались тогда в декабре. Они объявили какие-то реформы, какие-то уступки. А сейчас вот видно по их действиям, что они внаглые уже просто ничего не боятся, потому что они поняли, что ничего из этих митингов не получится. Либо они всемирно разойдутся, либо Удальцов с компанией опять призовет всех к каким-то несанкционированным действиям, но останется там несколько тысяч человек. Это уже много раз было и проверено там, собственно, что бояться-то? Ну, как ответ, во-первых, Владимир зря отказывается баллотироваться к Координационный Совет оппозиции. Ведь возникнет ситуация, что этот Координационный Совет станет переходным правительством. А может такое возникнуть. Мы не должны зарекаться ни от чего. Я готовлюсь к реальным выборам, Сергей. Я хочу в Мосгордуме выдвигаться через два года. Вот для меня вот это важнее. Можно я пока этим займусь? Нет, пожалуйста, это дело добровольное. Но это, мне кажется, ошибка, потому что тогда встанет вопрос, а почему в этом переходном правительстве нет Милова? А он туда не захотел избираться. Это еще вопрос, кто будет формировать переходное правительство? Тот, кто развлекался в интернете это время, или тот, кто занимался реальной политикой? Тогда и обижаться не придется ни на кого, кроме себя. А если ставить задачу только иллюзорную абсолютно, вот по этим нечестным правилам прорваться в Мосгордуму, тогда надо так честно искать. Ребята, мы ни за какой ни коренной системы, мы хотим место в Мосгордуме получить. Это будет честно, но... А что иллюзорную, Юр? Подождите, а можно вопрос простой? В нынешней ситуации это поражение. На нечестных, сфальсифицированных выборах два раза в декабре и в марте власть, Сергей, власть получила меньше 50% на нечестных выборах, даже не смогла 50% планку преодолеть. И вы говорите, что оппозиция не может Мосгордуму выиграть? Ну как так? Вот к этим выборам, если не поменять системное законодательство, они навалятся и сделают так, что наберут 50% в Мосгордуме. Так вот надо бороться за то, чтобы так не было, за то, чтобы оппозиция получила контроль над Мосгордумой. А вы предлагаете заниматься какой-то ерундой в интернете развлекаться, да? По каким правилам? Вот, Юр, вместо того, чтобы заниматься голосовалками в интернете, мы хотим заниматься реальным делом и выиграем в руках. Реально лить воду на мельницу Путина. Не, ну Сергей и его сила тоже готовы, я насколько понимаю, участвовать в выборах. Готовы, готовы. Мы опять начали под конец чего-то спорить, вот Владимир завел ситуацию. Нет противоречий, работайте на выборах. Только вы будете в Мосгордуме по нынешним бесчестным правилам избираться, и вас все равно кинут там. Так не надо меня пугать, Сергей. Я не пугаю. Мы уже люди опытные, тоже плавали. Мне, Владимир, вас пугать довольно странно. Но коммунисты же участвуют в этих выборах в разных, да, по нынешним правилам. Если бы я полностью разделял все, что делает КПРФ, я был давно в КПРФ, и носил бы Геннадий Андреевич в портфель, и все остальное делал бы хорошее. Я не там, поэтому, наверное, есть некие противоречия. Спасибо огромное. Каждый из вас, я обращаюсь сейчас к слушателям, господа, сделает свои выводы. Выводы здесь в реальном времени были Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, и Владимир Милов, лидер движения Демократический выбор. Ну, поживем, увидим, посмотрим, кто из наших гостей окажется таким провидцем и человеком, который имеет реальную политическую платформу. Во многом будет это зависеть и от реакции власти. Если власть начнется дергаться, а власть дергается, это чувствуется, да, то вот здесь оптимальный вариант должен выбрать каждый из нас. Спасибо всем. Через пару минут итоги дня. Продолжение следует...